Итак, тема сегодняшнего занятия у нас тенокардия. Тенокардия, что представляет из себя это заболевание? В основу положено кислородное голодание сердечной мышцы. Оно возникает из-за недостаточного притока крови к сердцу через сужение артерии. Причинами тенокардии может быть атеросклероз, тромбоз сосудов или спазм сосудов. Атеросклероз – хроническое заболевание, которое характеризуется отложением холестерина в пенке кровеносных сосудов в виде бляшек и приводит к сужению просвета сосуда. Ну и, соответственно, нарушение кровообращения. Факторы риска – это наследственная предрасположенность, случаи инфарктов и инсультов, когда у ближайших родственников возрасте до 50 лет наблюдались случаи. Малоподвижный образ жизни, ожирение, стрессы, неправильное питание, злоупотребление жирными, сладкими, острыми продуктами, вредные привычки, сюда входит курение и алкоголь. Повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь, повышение уровня холестерина и глюкозы крови. Сахарный диабет также относится к факторам риска. Как же проявляется стенокардия? Стенокардия в основном проявляется болью. Типичная локализация – это боли в грудной области, за грудиной, которые отдают в левую руку или могут отдавать вверх. Челюсть. Существует 7 признаков боли при стенокардии. Боль за грудиной, боль давящего, сжимающего характера, отдает в левую руку, левое плечо, лопатку, между лопатками. Может наблюдаться онемение левой руки, длительность боли от 3 секунд до 15 минут. Возникает при физической или эмоциональной нагрузке. Стресс, ходьба, бег, подъем по лестнице. Исчезают сразу же после прекращения нагрузки или после приема нитроглицерина. Носит приступообразный характер, то есть имеет четкое время возникновения и прекращения. То есть пациент может четко сказать, во сколько у него начался приступ и во сколько он закончился. Также есть нетипичные проявления стенокардии. Может быть боль в зубах или нижней челюсти, шеи, горле, онемение пальца в левой руке, опрыжка, тошнота, изжога, чувство нехватки воздуха, ощущение комка в горле, ощущение перебоев в работе сердца. Может быть необоснованная слабость, без боли. Существует два вида стенокардии. Это стабильная и нестабильная. Стабильная или по-другому предсказуемая стенокардия характеризуется закономерным возникновением приступов на нагрузку определенного уровня. Там бег, поднятие по лестнице. Нестабильная ее предсказать нельзя. Непредсказуемая по-другому. Вот этой своей непредсказуемостью она и опасна, так как невозможно предугадать, когда начнется приступ. И он начинается при этом всегда резко и внезапно. И это наиболее угрожающее состояние, так как риск развития инфаркта миокарда, а также внезапной смерти, возрастает. Стабильная стенокардия. Первое. При физических нагрузках. Первый фактор. Приступы возникают при непривычно высоких физических нагрузках. Второй фактор. Приступы возникают через 500 метров ходьбы по ровной местности или при подъеме выше второго этажа. Вероятность приступа возрастает в утренние часы, сразу после пробуждения, в холодную ветреную погоду, а также после эмоциональной нагрузки. Третий фактор. Выраженное ограничение обычной нагрузки. Приступы возникают при размеренной ходьбе по ровной местности на расстоянии от 100 до 500 метров и при подъеме на первый этаж. И четвертый фактор. Приступ стенокардии возникает при незначительной нагрузке или при ходьбе менее чем на 50 метров. Часто могут наблюдать их покоя. К стабильной стенокардии относятся стенокардия напряжения, стенокардия напряжения или коронарный синдром и безболевая, бессимптомная. Немая форма стенокардии. Нестабильная стенокардия, впервые возникшая, это прогрессирующая стенокардия напряжения, может быть после перенесенного инфаркта миокарда и вариантная стенокардия. Если приступ стенокардии длится дольше 15 минут, боль становится более интенсивной и локализуется не только за грудиной, но и отдает в левую руку, под левую лопатку и нижнюю челюсть. Боль не уменьшается при принятии нитроглицерина, то риск развития инфаркта миокарда очень высокий. Ну и, конечно же, как мы диагностируем стенокардию? Прежде всего, это инструментальные методы исследования. Электрокардиография. Электрокардиография, тесты с нагрузкой. Но велоэргометрию сейчас редко применяют. Сейчас применяют предмилл-тест. Это тест с нагрузкой на беговой дорожке. Тут также суточные КГ, холтер-мониторинг, эхокардиография или УЗИ сердца, коронарография, коронарная ангиография. Также применяются лабораторные методы диагностики. Это общий анализ крови, анализ крови на тропонин, маркеры инфаркта, биохимический анализ крови, липидограмма и анализ крови на содержание глюкозы. Также обязательные исследования при подозрении на стенокардиографию. Это ЭКГ, электрокардиограмма, тест с физической нагрузкой, ЭКГ при стабильной стенокардии. ЭКГ, холтер-мониторинг, обычно суточный проводят. И коронарографию. Ну, тут врач принимает решение по коронарографии, исходя из состояния здоровья пациента. На усмотрение врача также анализ крови на тропонин или педаграмма, или развернутый анализ на холестерин. Рассмотрим первую помощь при приступе стенокардии. Прежде всего, это прекратить физическую нагрузку. Если боль возникла в покое, например, утром, как только проснулись или посреди ночи, без напряжения и суеты, то можно опустить ноги на пол, обеспечить доступ свежего воздуха, принять одну таблетку нитроглицерина под язык и 150 миллиграмм аспирина. Вызвать скорую помощь. Если приступ отличается от привычного, боль за грудиной возникла впервые, возникла в покое, изменила свое местоположение или приступ сильнее обычного, интенсивный, плохо снимается нитроглицерином или приступ длиннее по времени, чем обычно, то вызывайте скорую помощь. Нитроглицерин – препарат из группы нутратов. И вот прежде всего, как же помочь при приступе стенокардии? Такие советы. В первую очередь это не паниковать, не терпеть боль, немедленно прекратить нагрузку, принять таблетку нитроглицерина под язык, оставаться при этом в покое, пока боль окончательно не исчезнет. Если приступ случился ночью, то спустить ноги на пол, после чего принять таблетку нитроглицерина. Если приступ участились, то принимать нитроглицерин в действии длительного действия. Перед важными мероприятиями принять нитроглицерин заранее и взять его с собой. Не наедаться на ночь. Искоренять вредные привычки. Лечение стенокардии. Есть три метода лечения стенокардии. Немедикаментозная, медикаментозная и хирургическая. Немедикаментозная лечения стенокардии. Это заключается прежде всего в коррекции образа жизни. То есть правильное питание, ведение здорового образа жизни, снижение массы тела, отказ от вредных привычек, ограничение или полное устранение жирных, сладких, соленых, острых продуктов. Немедикаментозное лечение заключается в приеме лекарственных средств. Хирургическое лечение заключается в проведении хирургических операций. Стентирование коронарных сосудов, баллонная ангиопластика, шункирование сосудов. Медикаментозное лечение стенокардии. Ингаляции кислородом, обезболивающие, нитраты, нитроглицерин, изомик и закет, антикоагулянтные препараты, антиагрегантная терапия, в это адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, мочегонные средства, статины для снижения уровня холестерина и метаболические препараты для поддержания оптимального обмена веществ. Хирургические методы это стенкирование сосудов, постановка стента, такая пружиночка металлическая, которая армирует стенки сосудов и поддерживает нормальный кровоток в сосуде. Вот, в принципе, вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать о стенокарте. Может, есть у кого вопросы? Не стесняйтесь, задавайте, все ли было понятно или все непонятно. Ребята, спрашивайте. Спрашивайте, отвечу на вопросы. Прежде всего, еще расскажу такой вариант, чтобы... Да, Карри, слушаю вопрос. А на заболе есть валидол? Когда его пить, не надо ли его вообще? Валидол можно принимать также при сердечных приступах. Но если приступы такие, незначительные, при приступе стенокардии валидол не сильно поможет. Тут все-таки надо принимать нитроглицерин. Скажу еще вот, что есть такая как бы поговорка даже среди врачей говорят прислушивайте свое, слушайте свое сердце или прислушивайтесь к своему сердцу. Оно может вам рассказать о многом. Пользователь Zoom слушаю ваш вопрос. А что делать, если нитроглицерин не помогает? Если нитроглицерин не помогает, вызывайте скорую помощь. Хорошо, спасибо. Так как тут может... Так как тут уже речь может идти об другом в таком грозном заболевании, как инфаркт миокарда. Акари, слушаю ваш вопрос. Тест на тропонин можно делать только в больнице, его дома нельзя делать? Нет, тест на тропонин делается только в больнице, в условиях лаборатории. Нет, самостоятельно вы сможете сделать такой тест. Тест с нагрузкой. Подняться по лестнице несколько раз. Подняться и спуститься. И при этом можете послушать свой пульс. Какой он? Ровный, частый. Ну, а ты потом еще раз подня... И вот так несколько раз подняться и спуститься по лестнице. Пульс, конечно, может подняться, но со временем он сам и придет в норму. Это физиологическая его особенность пульса. Но если пульс в течение какого-то времени вы можете услышать, что он не ритмичный и он сам не опускается через определенное какое-то время или вы отчетливо слышите сердцебиение вот так вот даже положа руку на грудь. или просто не ложа руку на грудь вы слышите сердцебиение, то это повод уже обратиться к врачу-кардиологу. еще вопросы. А в каком возрасте может начать проявляться эта стенокардия? Вообще сейчас сердечно-сосудистые заболевания очень сильно помолодели. Уже в возрасте, начиная 34-35 лет, уже встречаются случаи стенокардии и инфаркта миокарда. Это все основные факторы, конечно, это играет очень стрессы, эмоциональное перенапряжение, также вредные привычки. И очень негативную роль в этом играют. Курение, злоупотребление алкогольными напитками. Сахарный диабет тоже очень сильно влияет на состояние сосудов. Поэтому при неправильном образе жизни к 30 годам можно заработать уже сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому самая главная профилактика – это все-таки соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и ведение активного образа жизни. Занятия физическими упражнениями, занятия спортом – они способствуют тренировке сердечной мышцы, тренировке также не только сердечной мышцы, но и тренировке организма в целом. Акари, слушаю вопрос. А какие нагрузки называются в физиологическом спорте? Ну, физиологические нагрузки называются это те нагрузки, оптимальная нагрузка, которую вы можете выдержать для себя, исходя из состояния своего организма. И после которой у вас не возникает никаких посторонних болевых ощущений. И после них вы можете довольно в очень быстрое время восстановиться. Если вы чувствуете, что вам не подходит такая нагрузка, та или иная нагрузка, не надо переусердствовать. Нет, а что значит кардионагрузка? А, кардионагрузка – это тренировка сердца. Или вы имеете в виду тест с кардионагрузкой? Нет, я имею в виду именно в спорте. А, в спорте это специальные упражнения для тренировки сердца, сердечной мышцы и сосудов. Это, например, бег-прыжки? Да, бег, прыжки, там всевозможные. Да. А велосипед – это кардио-тренировка? Велосипед – это также кардионагрузка. Велосипед, беговая дорожка – кардионагрузка. Шаготренажер шагающий – тоже кардионагрузка. А, карди, еще слушаю вопрос. А что лучше, беговая дорожка или эллипсоид? Ну, что вам лучше, это вы уже индивидуально можете себе подбирать. Кому-то нравится беговая дорожка, кому-то велосипед, кому-то шаготренажер. Тут уже индивидуально можно попробовать и там, и там, и поймете, что вам больше интересно, что вам больше нравится. Главное – не переусердствовать в этом плане. Если вы почувствовали, что вам плохо или еще какие-то не очень хорошие ощущения, лучше тогда остановиться, отдохнуть или снизить нагрузку. А, карди, слушаю еще вопрос. А вот в жизни у человека, у сердца должно быть определенное количество ударов. А когда мы занимаемся в спорте, у нас сердце бьется быстрее. Нам говорят, что у человека сожжим сердцем. Сейчас расскажу. В норме частота сердечных сокращений 60-70-80 ударов в минуту. При заболеваниях он может повышаться выше этого предела 90-95, даже может быть 100-120 ударов в минуту. Потому как идет резкий выброс крови в сердце, и сердце сжимается, и идет как бы его спазм. И чтобы прокачать, увеличивается давление. И чтобы прокачать, сердцу надо биться быстрее. Но это уже не есть хорошо, так как в этом случае может повышаться и давление. А это уже идет спазм сосудов, и это нехорошее состояние. Слушаю еще ваш вопрос, Акари. А сколько ударов в сердце вообще зажима? Скажем так, этого, к сожалению, никто не просчитывал, сколько всего ударов в сердце за жизнь может произвести. Так как у каждого будут свои цифры. Смотря в то, это зависит от того, в каком возрасте человек умер. Поэтому тут никто не подсчитывал. Продолжение следует... Ребята, у кого есть еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда наша сегодняшняя... Наша сегодняшняя... Акари, слушаю ваш вопрос. А какая у меня тема для следующего урока? Еще раз повторите вопрос. А какая у меня тема для следующего урока? О чем бы вы еще хотели послушать? Может быть, первая помощь на воде? Вот, когда человек тонет там или захлебнулся. Кстати, тоже очень актуальная тема. Мне кажется, что надо все-таки летом рассказывать, а не посреди, ну, простите, весны. Потому что сейчас весна, а не зима уже. Надо рассадить напомними, чтобы к лету быть уже готовыми. Ну, если хотите, могу вам рассказать. Первая помощь при утоплении. Ну, у вас, если есть какие-то темы, вы предлагайте. О чем бы вы хотели послушать? Антон подготовит. Хорошо. Тогда тема следующей... Тогда тема следующей лекции будет первая помощь при утоплении. А наша сегодняшняя лекция подошла к концу. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!